Так, и мы снова около этой странной кровати. Ничего не меняется. Это место как было самым безопасным, так таковым похоже и останется до конца... до конца игры. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в страх и голод. Так, ну на самом же деле мы здесь не просто так. Дело в том, что мы в предыдущей серии в конце решили, что нам нужно будет немножко откатиться до момента, когда мы с вами попали в этот древний город, который, к слову, мне кажется, зовется Мавры. Я не уверен, что это так, но почему-то мне кажется, что это он, тот самый город, в который отправились те пятеро, которых сейчас включат новыми богами, если я правильно понял, отправились на поиски старой богов для того, чтобы просить для людей дать им право выбирать свою собственную судьбу. На самом же деле я могу это все интерпретировать неправильно. Дело в том, что так было написано вот в этой книжке. Говорят, что Назрумус, к примеру, и тот, кого мы с вами нашли в закованного в кандылах с перерезанной глоткой, то есть того человека, которого мы искали, я уже знаю, что его зовут Легард. Вот, и говорят, что эти двое вроде бы как были одними из тех... Одними из этих самых новых богов. Вроде бы, если я правильно понял. Мне об этом сказали один раз давно, и я мог тогда неправильно это понять. Но, тем не менее, в правстве пишется, что были пятеро, которых звали Франсуа, Нильван, Вальтеил, Чамбара и тот, кто никогда не стремился достичь того же величия, что и остальные. Которого, в итоге, прозвали Забытый. Где здесь, в итоге, написано про Назрумуса того же, я не знаю. Про Легарда, я думаю, что... Никто не говорил, что он такой же, как Назрумус, на самом деле. Это я уже, походу, сам себе додумал. Или, может быть, я где-то мельком увидел из того, что вы мне писали. Вот, но по поводу Назрумуса, я точно помню, что мне рассказывали, что он не тот, за кого себя выдает. Точнее, не тот, кем я его вижу. Что он, на самом деле, чуть ли не бог этих мест. Я не знаю, насколько это все правда. Но пока что нигде в этом слова... Не слова. В этом, короче говоря, не было. Кроме того, что он нас агентирует идти дальше во тьму. Зачем ему это надо, хер его знает. Но он определенно хочет, чтобы мы открыли все тайны этого гребаного места. Так или иначе. Наша задача сейчас вернуться туда, где мы с вами были. В этот город, который я пока что буду заучить называть Маавры. Вернуться туда, где мы с вами были. И попробовать повести себя не как гнида, не как циник последний. Хотя мы именно такого персонажа сейчас вроде бы отыгрываем. Но так или иначе. Я хочу посмотреть, что будет, если мы спасем вот того человека, которого тащил вот тот монстр куда-то. Помните, мы тогда решили, что мы не будем вступать в драку. Но по большей степени это было потому, что я не знал, с чем мы сейчас будем иметь дело. Но после того, когда мы с вами встретились с такой тварью, я решил, что нам по силу будет его одолеть. Поэтому попробуем спасти. Дело в том, что тот человек может нам рассказать что-то полезное. Хотя фиг его знает, я здесь практически никому не доверяю. Так или иначе, давайте мы спасем его сначала. Потому что ради этого мы сюда и возвращались. А потом дальше уже будет видно, что мы будем делать. Так, а и в этот раз мы попробуем вмешаться. Давай, паскуда. По-моему, я сразу же бил его в голову. Причем... Хотя, давай сразу лучше мечом, наверное, да? Дело в том, что мы с вами просто давно не играли, и я просто подз... Подзабыл. Как с ними сражаться. Так, у меня есть один камень душ, но использовать мы его пока не будем. Оранжевый флакон. Рыцарь Королевства Рундона. Она напугана, и ее тело сплошное месиво. Это чудо, что она все еще дышит. Девушка-рыцая приходит в себя. Ей крепко досталось. Мне кажется, что она может знать Деарс. Кто вы? Что произошло? Кто ты такая сначала, скажи. Жанна, рыцарь на службе Королевства Рундона. Теперь было бы любезно и вам представиться. Ну, как бы, да. Наверное, да. Рада знакомству. Похоже, именно вас я должна поблагодарить за спасение. Я, кажется, припоминаю, что конкретно произошло. Мы пробирались на нижние уровни тюрьмы, а потом попали в засаду. А разве нижние уровни тюрьмы, это не там, где мы были? И кто это мы? Наш маленький отряд. Мы пришли вместе в эти подземелья. Мы хотели спасти брата, одного из наших товарищей. Он был капитаном, которого назначили командовать в этих подземельях. Несколько дней тому назад мы получили зов о помощи. Здесь явно случилось что-то ужасное. Жанна кашляет кровью. Кажется, все ее тело адски болит. У меня есть просьба. Наверное, я после спасения прошу многом, но не поможете ли вы мне отойти до верхних этажей тюрьмы? Мы должны были встретиться и перегруппироваться в подвале. Боюсь, мое тело в слишком плохом состоянии, чтобы я могла добраться туда самостоятельно. Знаю, идти придется далеко и долго. Блин. Нет. Я понимаю. Я понимаю, что я говорил, что буду отыгрывать цинника, но я не могу. Я не могу отыгрывать цинника, потому что это просто противоречит моему внутреннему миру. У меня просто не получается. Я хочу ей помочь, но понимаете, в чем дело? Я понимаю, что если я это сделаю, скорее всего мне придется выгнать кого-то из команды. Я выгоняю кого-то, беру ее, отвожу наверх. Помогаю тем самым. И у меня команда рассыпается. То есть без лунницы, она же догма, просто пропадает. С другой стороны, с другой стороны, догма по факту достаточно бесполезный сейчас для нас союзник. Она слабо кусается, она без лапки. И в принципе, если сейчас мы ее выгоняем и берем Жанну, Жанну приводим наверх в эти самые... Я так понимаю, она говорит про Легарда, скорее всего. Потому что тут только один отряд с одинаковыми доспехами. Это Диарс. Вот это Жанна и Легард был в таких же доспехах. Короче, я не знаю, пока что сплошные плюсы, потому что подогодка и догма. Я к ним, конечно, прикипел, но по факту они достаточно бесполезны. И в целом, это сейчас будет, наверное, поступок и наполовину циничен. И нет, потому что мы поможем Жанне, но и выгоним кого-то из команды. Я не знаю, но если я это сделаю, а потом ко мне ни с Жанной, ни Диарс не присоединятся, я буду расстроен, черт возьми. Так, ну давай я тебе помогу. Поможешь? Огромное спасибо. А, все оказалось не так, как я предполагал. Блин, вы медленно поднимаетесь на верхние этажи в подвал. Черт поди. Ну тогда это не то, чего я хотел... А, еще же ж был Бакман и вот тот рыцарь, точно. Вот очень определенно на нашей стороне. Еще раз спасибо. Не писать, как я тебе благодарна за все. Хотя, похоже, никого из моих товарищей здесь нет. Подожду их некоторое время. Еще раз спасибо. У меня почти ничего нет, но может хоть это пригодится. Эликсир разума и эликсир тела? Ну типа это полезно, конечно. Во-первых, дорогая Жанна, твои товарищи, ты даже себе представить не можешь, чуни сейчас вытворяют друг с другом. Это во-первых. Во-вторых, я теперь разочаровался в том, что в своем поступке, потому что это не совсем то, чего я хотел. Да, мы помогли. Эликсир, который, как говорят, восстанавливает жизненные силы Запах наводит на мысли о востоке Блин, а выглядит так же, как Выглядит так же, как вот эта вот Хрень, которую продает Торговец на выходе из замка, между прочим Эликсир, который, как говорят Восстанавливает рассудок и разум Запах наводит на мысли о востоке тоже С другой стороны, может быть, это действительно Эликсир из востока Хрен их знает Кстати У нас есть вот этот талисман затмения Помните, вот эти маги в желтом, они говорили, что их учитель учил пути Грогрота, и этот талисман нужно было показать ему, чтобы с ним начать как-то разговор. Я уже давно понял, что его нужно было показать вот той летающей голове, скорее всего, я просто уже не помню, как его зовут, скорее всего, это был он. Так, а что касается того, что мы сейчас с вами будем делать, я думаю, что мы всё-таки вернёмся к первоначальному решению дать Жанне погибнуть. Во-первых, потому что это было первое, о чём мы подумали, и будет правильно, если мы всё-таки продолжим путь оттуда. Во-вторых, было жутко интересно посмотреть, что будет, если мы всё-таки её спасём, потому что... Потому что мой внутренний герой не доевал мне покоя. Вот, в целом, меня одновременно и разочаровало, и не разочаровало это решение, потому что Жанну мы спасли. Чисто теоретически, если бы мы всё делали бы правильно, то, по идее, и Багман был бы здесь, и Диарс, и, в общем, все были бы живы, всё было бы хорошо. И вот что самое интересное, мы не, вроде бы как, пытаемся отыгрывать Сыника, это не получается, потому что всё, что мы делаем, противоречит моему внутреннему миру, и я пытаюсь это как-то оправдывать и вести себя как-то соответствующе. Вот, и в итоге получается, что мы вроде бы и ведём себя относительно правильно, но поступки приводят всё равно к каким-то странным последствиям, против того, что Багман с рыцарем превратили в стихиера, знаете что, короче. Так или иначе, сейчас мы возвращаемся к тому, с чего, где мы закончили, и продолжим путь уже оттуда. А ну, здравствуй. Фух, господи, напугал меня, почему, почему ты в прошлый раз этого не сделал? Чем этот раз отличается от прошлого, вот объясни мне. Ладно, хер с тобой. Блин, я сейчас посмотрю, что у него грёбаные мечи в руках, если он будет сейчас ими размахивать, он же может потрубовать оставшиеся все конечности. Так, ладно, давай тогда будем вот что делать, будем именно руки ему сейчас срубить. Причём тем, чем можно будет сделать это наверняка. Ага. Ага. Отлично. Серил какой-то. И что ты теперь будешь делать, паскуда? Кусать меня за ноги будешь? Ты не похож на тех, кто такой херней занимается. Встань на колени перед новым богом. Падай. Так, хорошо. У меня, по-моему, единственный камень душ на этом сейве был, поэтому я не буду его использовать. Короткий меч, длинный меч. Доспех мрачный и мрачный бацент. На самом же деле, мне больше некуда использовать камни душ, потому что в целом мы прокачали всё, что нам было необходимо. Единственное, что... Единственное, что вы мне подсказывали... Кстати говоря, на этом сейве, помните, у нас были переломанные кости, блин. Это тоже не очень хорошо, но как бы и не очень страшно. Короче, я, наверное, буду вам сегодня много чего напоминать, потому что мы давно с вами не играли. У меня была куча дел. Я дискордом занимался ещё, помимо прочего. Поэтому, напоминая вам, я буду напоминать это всё себе. В первую очередь. Так вот, вы мне подсказали, что... Получается, когда у меня вырастает близость с богом каким-то, вот тогда у меня есть возможность прокачать какой-то навык ещё. В принципе, это логично. Я не уверен, что это, правда, именно так работает, но в этом есть логика. То есть, вот эти кольца, которые были на том инументе нарисованы, помните, по идее, они становятся шире, если мы ближе к какому-то богу. А это можно было бы проверить, на самом деле, сохраняясь и загружаясь каждый раз, когда мы с вами приходим, допустим, к кроликам. То есть, с ними заниматься непотребствами, там, раз пять, к примеру, удачно. Просто дело в том, что если мы это сделаем... Если у нас выпадет не та монетка в тот момент, то мы останемся там навеки, занимаясь вот этим всем. Если же нет, то... Если же повезёт, то, допустим, сделать это дело пять раз, к примеру, а потом посмотреть, что будет на бедестале. Короче, так или иначе, заниматься мы этим сейчас не будем. У нас есть один камень душ, исходим из того, что есть. Я хочу этого товарища сюда... Вдобавок он стал явно тяжелее. То есть, не просто обычная душа всё-таки, да? Не то, что обычная, точнее, это у него обычная душа, судя по всему. Ну, просто она как-то отличается. Малая душа. Странно. Ладно, так или иначе, что мы с него ещё получили? Мы получили с него мрачные бацанты, мрачные доспехи. Я так понимаю, что это опять не для нас, да? На нас шинель из того многорукого была. Да, мы это всё опять таскать не можем. Ну, короче, что тут скажешь? Пусечка опять становится круче нас. В который раз. Ага. Ну, походу, Пуся у нас в данном случае будет самым... Самым главным героем. Кстати говоря, у него отрезана рука. Мы словили баг на этом сейве, с которым я пока сделать ничего не могу. Пуся использует в данный момент щит без руки при этом. Я не знаю, как так получилось, но... Мне вот интересно, если я его сниму. Я не буду пытаться на самом деле, но мне всё-таки интересно. Если я его сниму, что произойдёт? Если мы найдём щит лучше, тогда я попробую заменить. Скорее всего, игра мне этого не позволит. А пока что Пуся ходит со щитом с мрачными доспехами и с миазмой. И с амулетами Гагетсу. Охренеть просто. Это то, что должен был таскать капитан, мне кажется. Это как-то нереально круто. То, что надета на пусечке. Хорошо, что он за нас. Я вот не удивлюсь, если он в итоге будет королём этих мест. Вот оно. То самое место, где мы с вами и закончили. Храм мучений. Напиться на первый уровень. Значит, здесь, как минимум, ещё есть куда спускаться. В прошлый раз, когда мы упали в яму, мы упали в прошлом. Судя по всему, помните? Мы перенеслись по времену... Вот с помощью Куба мы перенеслись, судя по всему, в прошлое. Когда этот город... Не знаю, Махабра или Мавра. Но так или иначе, когда мы перенеслись в прошлое этого города. Тогда мы упали в яму, спрыгнули. И там мы застряли. И когда мы обыскивали ящики, капитан говорил, что... Выглядит так, как будто бы кто-то здесь окапывался и прорывал туннель дальше. Значит, давай проверим сейчас. Если мы не будем прыгнуть в него снова, но не будем пере... Одни рази смерти и запекшиеся кровью. Прыгнем, но не будем переноситься в прошлое. То же самое ли нас ждет или нет? Аааа, вот оно как. Короче, абсолютно бессмысленнейшая ерунда получается. И то, что мы упали, переломали кости, это не имеет никакого значения, потому что... Ага. Все ясно. То, что мы с вами упали, переломали кости, это не имеет никакого значения, потому что наши кости и так все были переломаны, поэтому ничего страшного. Хорошо. Значит, то, что мы сейчас можем сделать, то, что реально может сработать. Я не хотел бы на самом деле переноситься сейчас между... Это не параллельные измерения, это именно настоящее и прошлое, судя по всему. По крайней мере, так я это воспринимаю. Я бы не хотел бы сейчас переноситься между этими мирами, так скажем. Но, похоже, другого выбора нет, потому что иначе... Нам придется возвращаться на тот перекресток, а нам нужно уже сейчас... Одинокие лыжки отзываются хэмстраха и ужаса. Нам нужно уже сейчас узнать, что скрывает в себе храм мучений. Так, вниз прыгать нам явно нет смысла. А вот этот тик-так, кстати, на фоне меня уж просто... Он просто меня доганывает. Дело в том, что у меня складывается полное ощущение того, я тебя понял. Не хочу туда идти. У меня складывается такое чувство, как будто бы наши часики тикают в этот момент, понимаете? Ага, смотри, там закрыто. В этом измерении. Как будто бы мы стареем быстрее, или что, я не знаю. Я без понятия, что это за существо, но мне жутко интересно. Может быть, с ним можно поговорить? Но оно приковано. беги рычаг заклинило это тоже единственная зачем у вас по его кстати говоря в итоге завалило там но самого тела не было то есть получается что если зачем мы сюда пришли на чтобы столкнулся с ним господи да заткнись ты нахер надо ему руки ломать но сначала пуся давай ты будешь у нас как обычно тихо но пока вроде бы все неплохо я не знаю сколько действует феромоны супер голову интересно а те которые лазили на входе в город это те же самые или нет боже это просто это просто невозможно вынести так погоди секунду чудовище повержена и у него нет ничего ценного мертв из горы блин камень тушь на нем ну давай попробуем ради интереса нам все равно по сути камни душ сейчас не нужны и его даже освежевать не могу в чем смысл тогда всего этого был я просто получил малую душу и все кстати этот путь даровал мнению немножко другие в этот раз с потолка свисать цепи они жаждут начала жертвоприношения а путь говорит оторвал мне немножко другие предметы в этот раз у меня появились другие книги например анатомия у нас она по-моему была прошлый раз да ну в каком-то из нашем сохранении она была мы ее уже находили на потом просрали короче я ни черта с ним сделать не могу что-то мне подсказывает что они ждут вот этого сгорбленного человечка кто-то еще орет где-то короче махабра кстати говоря короче я не понимаю на самом деле что происходит зачем мы это делаем и я уверен что что-то мы сейчас здесь не доглядели что-то в храме мучений должно быть еще может быть может быть что может быть здесь есть какой-то скрытый проход я не знаю какие-то занавески как будто бы за ними убивали и кровь стекала вниз так ну больше мы здесь не нашли ничего можно еще попробовать мы сейчас убили этого сгорбленного можно посмотреть что что на его месте поменялось кстати что у нас по факелам я так говоря второй уровень этих храмом учений между прочим так по факелам у нас плохо на самом деле ну здесь просто завалено теперь я не знаю я в небольшом тупике всего этого места но у нас еще есть куда пойти мы можем пойти в библиотеку например но для этого придется хорошенько так вернуться ну хорошо что нам остается идем тогда в другую сторону пока что я не знаю что здесь сделать в данный момент у меня появилась такая нехорошая идея она касается догмы что если я вам скажу что я хочу попробовать ее выгнать из команды и взять вместо нее скелета как по мне то это по всем пунктам будет лучше во первых догма не погибнет она уйдет себе гулять во вторых скелет круче догмы дело в том что у меня такая мысль закралась в тот момент когда я увидел этого скелета вот здесь вот в тюрьмах помните он лежал возле четырех этих колодцев короче если мы сможем его все таки взять вместо догмы то мы нашу команду очень сильно поднимем в силе потому что догма сейчас на уровне по накутке такой же урон и я очень сомневаюсь что он будет выше по факту догма практически бесполезна я это осознаю так же как и панакотка но к панакотке я серьезно привязался к тому же она сама по себе очень странная я хочу узнать что с чем какого черта она здесь делает с чем все это связано как она связана с этим местом в принципе что касается догмы к ней я тоже привязался но убивать то мы ее не собираемся просто дадим ей возможность уйти в ее пещеры вот допустим я могу с ней поговорить пока мы кстати далеко не ушли от скелета поговорить с догмой она смотрит мне прямо в глаза так сидеть лапу ударить и не важно блин похоже нормальные методы договориться с ней не сработают так просто я ее похоже из команды не не уберу да это надо чтобы ее похоже именно убили твою же мать ну почему все так все как то так в этой игре так ладно хорошо так ну будем значит что то еще думать великолепно я бы мог бы сейчас наделать факелов но я не хочу уже кстати говоря второй маленький ключик где-то у меня да вот он а можно было бы наделать факелов сколько кстати мы можем сделать в данный момент 1 3 мы можем сделать 3 сейчас таких факелов но я не хочу потому что потому что что а давайте сделаем у меня все равно останется еще один кусок ткани в принципе почему бы и да все отлично так а вот тут кстати говоря самый указатель про который я вам говорил то губы надписи сСевер высокая библиотека просветления восток центральная площадь и башни бесконечности а на юге храм мучений где мы собственно с вами были так на севере это наверху вооружена библиотек ничего и на востоке центральная площадьこ вошли бесконечности и там мы тоже были мы оттуда пришли то есть вот храм мучений непонятно. стоит что понять пока что можно отправиться в beaucoup и библиотеку было бы хорошо смотреть бы этот город конечно в его прошлом состоянии там мне кажется можно будет понаходить книг которые мы здесь не смогли найти ты сейчас полки кажутся пока можем даже прохода сейчас по на удивление тебе здесь невероятно спокойно сейчас полки с книгами все короче говоря книги там прогнили они рассыпаются когда берешь их руки если мы вернемся в прошлое то может быть можно будет их пошли пошерстить здесь написан древний текст который ты не можешь понять мы просто молим и что за место огромные нависующие над вами фигуры приветствую тебя на ней сидят за огромным за огромными обеденными столами от них исходит зловещая аура но в то же время здешний воздух буквально пропитан мирной атмосферой это новые боги приветствуем у тебя есть право на три вопроса спрашиваю с умом о чем угодно о ком или о чем ты хотел бы узнать больше ядрёна вошь я не знаю о ком или о чем я не был к этому готов нас румус хочу знать нас румус так его звали я надеюсь я не ошибся нас румус мы не понимаем сути вопроса нет я ошибся в его так дайте мне одну секунду я просто обязан выяснить как он там правильно пишется нос румус вот так да нос рамус да ну ты издеваешься я щас просто просру все вопросы которые я могу им задать о ком или о чем ты хотел узнать я же сказал хочу знать она стромусе я все-таки все правильно написал хорошо тогда девочка хочу знать больше по накутке невинное создание в ней соединилась сила новых богов и семя человека из пророчеств никогда никогда еще известная история не ведала подобных случаев невероятное волнующее не правда ли мы можем ожидать от нее великих свершений книга просветления в итоге после всего я разочарован если сейчас помолюсь скорее всего я не отправлюсь к богам до молитва боли не оказывает эффекта конечно это было чертовски странно но круто в принципе меня больше никто не интересовал не интересовал только нас ромус и панакотка в общем то панакоте вы мне и сами рассказали что она необычная необычная вспомнить так господин великий пепель он живет здесь он именно он создал эти библиотеки вефель густы нарос плотно прилип к стене в этот странно и место может быть его можно факелом поджечь кстати там где мы сейчас с вами гуляли в храме мучений там был возле плиты где были отпечатки рук помните про копию еще мы читали там за этой плитой была стена чисто теоретически мы из нее наверно можем как-то выйти потому что зайти в нее нельзя она не открывается никак не поддается так но с едой у нас проблем не будет у нас проблема может быть только с рассудком с рассудком еду это с рассудком проблема это очень хорошо кстати хотел вам рассказать о том почему мы так с вами давно не играли в общем то ну как не играли конкретно в страх и голод мы сами не играли несколько недель а в принципе не видели с вами неделю около ну как обычно то есть дольше я стараюсь надольше не пропадать но вся ерунда была в том что я потратил много времени на наш дискорд сервак я там перелопативал всю систему рейтинга это было очень интересно нет это нам не надо гули бесполезные я считаю хотя есть им определенное применение в целом мне так кажется но я все таки предпочитаю библиотека в лот науки давно забытых знаний я все таки предпочитаю вводить с собой тех кого можно снарядить великая библиотека и башни бесконечности а ну да мы же еще и там открывали портал точно это что такое статуя здесь что то написано почему почему в чем секрет почему она не работает мне кажется что все это это все настромуса я прям уверен и блин как же интересно я точно написал правильно его имя может ли это означать что что настромуса ей забытый вот это будет круто одинокий голем его поза вызывает у тебя вопросы главное чтоб он не встал внезапно пыточный стол приспособлен для фиксации объекта пыток пятна крови уже давно высохли еще один голем алхимические инструменты расставлены здесь в строгом порядке так это та же самая черная жидкость у меня более не осталось сомнений что все это место принадлежит на астромусу у меня есть ник так не вызывает интереса а здесь нет на все книги мы будем тратить монетки на сундуки на это все нам нет смысла только книги шишки кстати до сих пор непонятно зачем нужны а вот эти намеки на пилу оставьте при себе пожалуйста так вот что я предлагаю еще сделать у нас есть свитки которые надо было бы изучить великая магия крови магия крови секреты которые знают только самые целеустремленные волшебники мы уже знаем все давай обучать панакотку этому вдруг это пригодится когда-нибудь когда капитана не будет рядом она вспомнит его уроки я гарантирую так свиток меткого стрелка я не знаю есть смысл конечно капитану отдать чтобы он мог стрелять с лука но дело в том что она этого делать не будет с одной рукой я в этом уверен фехтование давай тоже капитану да в принципе все капитану потому что я не знаю вдруг оно все таки сработает потому что он допустим пусть пусть ословил баг так со своей со своей рукой так этапом наверное фехтование и стрельба в итоге будет работать в бою да так ну хорошо идем пока дальше статуя статуя жуткая кстати есть еще есть еще одна причина точнее не то что причина мне есть еще что вам рассказать чем я занимался пока мы с вами не виделись я себе придумал новое хобби статуя жуткого существа сложно понять человек ли это действительно стоп это что баг это не багман это этот восточный маг это он это его голова которая там валялась он пытался восстановиться вот это его статуя а вот это вот те люди помните синие которых в которых мы устроили геноцид судя по всему среди них были вот те маги в желтых одеяниях это они которые ему же поклонялись слушай так может быть это место не Насрамуса а того мага говорят его можно кстати к себе в команду взять как то целая тонна книг и ни одна из них нам не подходит здесь может быть поймали любви ему как еще одна кстати у нас кроме прочего анатомия появилась теперь уже собранные знания гомеры обессонии симптомы и эффекты ну да мы об этом уже читали у нас не было кстати еще ни разу тяжелой психической травмы на удивление пока что что вроде бы это все больше ничего нового у нас не было да ладно давай тогда искать дальше так вот я себе нашел еще одно хобби которое мне дико интересно стало это фотография представляете я теперь перекупил себе фотоаппарат теперь я буду периодически выбираться вот это вот все камень душ понятно интро глицериновый порошок монеты к тому же фотография она даст нам возможность немножко вырасти в плане монтажа тоже отлично книжные полки забиты под завязку книги стоят так плотно что ты не в состоянии достать ни одной из них не обрушив при этом всю гуру возможно уничтожив их в процессе мы образцы уже читали кстати по-моему да пыль из старой книги покоятся на полке часть из них частично сгнило и покрыло их покрыло плесень так ну-ка довол неудачи ужасно просто учение алнера блин это место который мы должны были пасть самого начала старинная картина она заплесневела и из заплесневела и изуродована из-за влажного воздуха столько всего и ничего из этого я не могу взять пожалуйста хотя бы еще одно полезное алхимия первого дома да ты издеваешься у нас уже есть такая доктрина о живом так ну давай они же получается взрываются насколько я помню да с ними не столько сражаться надо блин сколько их избегать в первую очередь ах ты паскудина он колокольчиком отнимает рассудок не то чтобы я боялся у нас уже и так рассудок но довел нас грубо говоря до панофобии скотина скотина ладно я очень надеялся что этого не произойдет но с другой стороны нет я не хотел ладно ничего страшного ничего страшного с другой стороны ничего страшного тоже в плане того что нас заразили потому что у нас есть чем лечиться пока что да и в целом у нас много травы сейчас я могу сделать лечение в любой момент так опиум да в целом пока все неплохо так панакотка пора взрослеть пропал попробуй виски не так уж и плохо между прочим тебе серьезно говоря если честно все это место поначалу достаточно скучно выглядит потому что она очень запутанно ни черта не понятно куда идешь но когда заходишь глубже я отказываюсь это признавать это не может быть пределом для моего разума я отказываюсь это признавать отлично да алхимилия второй том аж две за всю игру чтоб отыграться кстати учение алмэран ну ка рожден детственницей скромного происхождения рожден детственницей когнитивный диссонанс человеческое дитя заложено в него семенем ложного бога бог живущий среди людей алмэр собрал двенадцать апостолов избранных им из самых верных последователей вместе они и возжелали вернуть былой мировой порядок короли и султаны того времени не стали дожидаться момента когда человек с неоспоримо божественной осанкой станет на пороге золотых ворот и городов вместо этого они пленили алмэра новорожденный бог был приколочен кресту и разведен руками а после оставлен на съедение вороном но алмэр вознесся с по-прежнему разведенными руками крест воспарился став символом который мы знаем и по сей день он превратил самопоз его распятие в нечто большее в символ надежды и господства проведя три дня и три ночи в городе богов махабры он вожила вернуться к людям вернувшись к опал оплакивающим его тело одиннадцати апостолам они с легкостью спланировали убийство королей султанов того времени но выложи двенадцать по слову и таким образом вернув в мир старый порядок и таким образом вернув в мир старый порядок так алхимилия ну-ка чему ты меня в этот раз антидот антидот а вот это интересно так подожди мы с вами читали братство а у нас есть теперь братство оригинальное первая и вторая часть так страница повествует за событие восемьсот девятого года после рождения вознешившегося нашего христа франсуа нельвин вольтеил чамбара и забытый просто было создано дабы отыскать древних богов восставших человечество без своего наставления и помощи в час великой нужды вроде бы все пока то же самое что и было да за исключением того что в давние времена существовала древняя гробница в древнем городе Махабра а не Маавра как там было написано короче все то же самое только Махабра в мирных химнократительных мерах загробной жизни да так а что насчет второй части члены братства держали путь к древней гробнице там где они начнут свое противостояние с древними богами они вместе прошли через множество опасностей что были готовы им древними богами в конце концов в пятером они стояли перед золотыми воротами Маабре теми самыми воротами где вознесся Алмер еще восемьсот лет назад казалось что все опасности готованные им старыми богами уже позади однако в самый ответственный момент в думах пятого зародилось семя сомнения забытый был знатоком многих искусств и наук именно поэтому он верил тому что видел своими глазами весь путь их путь был продуман древними дабы создать обманчивую иллюзию луж о великом замысле мироздания великая луж заключалась в том что они не первые через эту гробницу прошли многие все так же пытаясь изменить порядок вещей однако прошли попытки прошлые попытки были тщетны иллюзия перемен повторялась раз за разом эти подозрения расколотого братства четверо его членов продолжили путь начальной миссии ослепленной славой и уверовав в победу что ускользало прямиком из их рук братство братство покончило затянувшейся властью старых богов создав новый мировой порядок порядок в котором человечество взяло бразды правления в свои руки наступила эпоха благоденствия и процветания братство приняло божественную силу и стало новыми богами почитаемыми сегодня о забытом с тех пор никто не слышал он просто исчез растворившись в пыльном облаке истории времен все нет сомнений но астромас это и забытый именно поэтому боги о нем не могут сказать потому что они о нем как ни странно не помнят очень все это странно конечно это тоже нас не привлекает а ну-ка вот это выглядит интересно как будто бы здесь должно быть что-то особенное книга забытых воспоминаний подожди так книга просветления позволяет нам сохраниться я на мгновение забыл что дает нам книга забытых воспоминаний пока использовать ее не будем я вспомню потом уже попробуем ее применить было бы круто если бы мы нашли некрономикон дело в том что ага дело в том что я решил один сейф у нас сохранить на случай когда мы с вами пройдем игру если мы до того момента не найдем некрономикон то я хочу попробовать его получить у покеткета отдав панакотку то есть мы когда если мы пройдем игру не найдя эту книгу то мы загрузимся попробуем отдать панакотку получить некрономика и посмотрим что это нам даст потому что я знаю что это вроде бы как отдельная локация я хочу ее посетить дело в том что переигрывать за других персонажей мы с вами не будем я не вижу в этом для себя интереса к сожалению потому что по сути то же самое старинная книга словно зов серена книга зовет тебя а жуткой кожной обшивки не оторвать взгляда а интересно я вам уже рассказывал что прищи для ложки ты чувствуешь сильное желание прочитать книгу слушай это случай мне некрономикон сейчас попался в руки внезапно нет очень может быть так мы довольно сильно хотим кушать трансмутации я пока использовать не буду мы будем просто готовить из того что у нас есть потому что продуктов много вот давай например сразу наверно что-нибудь сделаем допустим из грибов что-то рагу к примеру а на троих как раз продуктов много и оно по идее может портиться понимаете поэтому это надо все использовать а ну погоди голубой флакон он по моему улечит практически полностью поэтому я просто думал что может быть кто-то у нас сильно покосный можно синим флаконом к примеру капитана вылечить где наша рагу вот она довольно питательная хрена на самом деле хотя сделано из одних только грибов крепкая древняя дверь она практически целиком с этой скаме тебе никак не разрушить ее короче много так это надо это надо начать записывать так библиотека да библиотека да библиотека чтобы открыть скорее всего надо будет вернуться в прошлое в махабра в прошлое махабра точнее так храме мучений храм мучений там непонятно что происходит вот но там есть пьедестал с отпечатками рук как минимум так пьедестал пьедестал все отлично так заметки в капитанском журнале сделаны можно отправляться дальше странно это все вот бы я честно говоря сейчас бы хотел поговорить с настром и сам еще одно учение да что ж такое я думаю что он бы мне ничего особенного не сказал бы даже если бы я его увидел бы потому что теоретически я наверное даже не должен был догадаться что забытый это он именно поэтому он так нас сюда и подгонял так последнее есть путь в махабре вот это да так старинная книга а блин как я мог забыть что это делает книга забытых воспоминаний а так путь в махабре обыденно выглядевшая книга чувствуется на удивление увесится обложка выглядит очень старый по моему это то что вы мне рассказывали через эту книгу можно путешествовать в махабре по идее да я разочарован неужели не существуют решения невероятно расстроен наверное схожу проведуя моих манекенов психота мраморный глобус покрытой пылью на нем кажется изображена карта мира на некоторых из континентов неизвестно ни тебе ни остальному цивилизованному миру без этой твари с колокольчиком здесь стало довольно тихо я вам скажу а статуя нового бога вальтеила а а статуя человека похожего на выходца из восточных светилищ на его лице можно разглядеть злобную гримасу да это тот самый статуя жуткого существа в твоей голове появляется непонятный гу в то время как ты заглядываешь глубже ему в глаза слушай мы нашли много всего я чертовски не хочу это потерять поэтому я предлагаю использовать книгу просветления сейчас да идеально потому что я их коплю как блин зелья которые поставляешь на последнем на последний момент в игре блин и в итоге никогда их так и не используешь короче я думаю что сюда нужно будет еще прийти когда мы попадем в прошлое этого места чисто теоретически мы может быть даже сейчас можем это сделать через махабры а ну давай попробуем с чем черт не шутит так ну-ка открываешь путь махабра страницы повествуют о давно на ушедших днях ты будто засыпаешь открыв глаза перед тобой появляется совершенно новый мир силуэты начинают обретать облик в солнечном свете ты узнаешь силуэты новых богов они пытаются сместить старый мировой порядок Франсуа господствующий сверлит тебя взглядом сквозь прищуренные глаза он кажется доволен твоим присутствием на этой древней земле смертный решивший сделать шаг в царство богов ты чувствуешь необъяснимую ностальгию от его искаженной улыбки остальные новые боги кажется не очень заинтересованы тобой Франсуа это похоже тот который справа да тут кстати говоря было много похожих на вот таких вот это он одет так ли он или он просто без кожи а что у него за платье тогда у которого тоже прожилки измученный замещает тебя по его образу видны травмы и мучения прошлого ты чувствуешь отвращение от одного его присутствия что тебя хочет остается загадкой под его стреляющим взором по твоей спине стекает холодный пот еще увидимся говорит силы это растворяется в лучах солнечного света какого хера это было что происходит мы попали в тот же самый город только в прошлом я правильно понимаю или нет или все таки мохабра это другой город да быть такого не может тем не менее я не помню этих мест так сюда не пробраться сейчас здесь должен быть главный проход а его здесь между прочим нет значит это все таки какое то другое место мое присутствие здесь слабит я должен еще и на время успеть до куда-то до идти что ли а что это такое хотел хочется все рассмотреть здесь все чертовски интересно что ты такую распласталась паукообразное создание сложно сказать живо но имели мертво нет быть махабра вращается в пыль как только ты вращаешься в реальный мир это было так интересно задница но это не то чего я ожидал я думал что я буду на этом месте но как бы мы когда переходят с помощью кубов другой другое измерение то есть прошлое этого места я так понимаю то мы остаемся на том же месте просто осматриваем его в прошлом я думал что и она называлась махабра я думал что сейчас пройдет то же самое короче я вас поздравляю мы практически полностью осмотрели это место в его настоящем виде а ну-ка ешкин крот я пытался убежать эмбрион какого хрена то и а и а и 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 Я так понимаю, это времена, когда, да, когда Настромус тут еще тоже экспериментировал, он глаза какие-то растут, посмотри на эту хрень, наблюдает паскуда. Мне просто было интересно, что с этой стороны, может быть, что-то тоже поменялось. Нифига. Так, давай сразу проверять. По моей теории, дверь должна была открыться. Меня очень сильно смущает вот этот тик-так на фоне. Такое впечатление, как будто бы мы здесь реально можем находиться не очень долго. Ого. Орезающих фигур, стоящих в различных пузах. Похоже, что к манекенам подключен некий механизм. Я должен позы им подобрать, чтобы открыть эту дверь гребаную. А чтобы подобрать им позы, я должен, похоже, рассматривать трупы. Их, да, которые здесь валялись. Пока что это единственная наша зацепка. Поэтому нужно решить эту загадку. Так. Этот за головой держит. Этот стоит на одной... ноге. Этот смотрит влево, как и есть. Значит, этот в такой позе, этот в такой. Нет? Тогда давай наоборот. Ты так. А, есть еще такая. Вот так. Не очень сложно было. Достаточно было просто попрыгать из мира в мир. Дело в том, что, помните, там было как раз уже три фигуры в нужной позе стояли. В прошлом, помните? В смысле, в настоящем. Просто достаточно было сходить туда, посмотреть, переписать, а потом подобрать. Вызвай, здесь пахнет завтрастью и плесенью. Проклятая бутылка? Или мне показалось? Кстати, ритуальное копье бы нам не подошло бы? Так, потом разберемся. Человек безмолвно сделал шаг в пропасть. Это был один из новых богов. Когда ты смотришь вниз в тьму, кажется, можно видеть гигантскую фигуру, что медленно летит к тебе. Ты знаешь, я охотно в это верю, чтобы вас не ждала внизу эта лестница, она кажется вездесущим. Мне кажется, что это может быть то существо, которое призывал восточный маг прямо под этими лестницами. Что? Что под этими лестницами? Просветленный. Это он и есть. Нужно сражаться с богом, серьезно. Вольтеил, действительно. Так, я не знаю, к чему это все приведет. Я ни хрена не понимаю. Но стратегия у нас следующая. Как всегда. Да, у Догмы на самом деле есть неоспоримое преимущество, она делает первый ход. Правая... Но не сильно больно на самом деле. Могло бы быть и больнее, мне кажется. Так, короче, просто бьем по полушарию. Хорошо бы знать. Нет! Паскуда! Ну пусть я и так не мог держать щит. Нет! Пуся! Ладно. Пусть еще можно... Нет, нельзя. Даже если мы победим, я потеряю все вещи с него. Я не знаю, сколько нужно херачить его по полушарии, чтобы оно наконец-то отрубилось. Но я знаю точно, что нельзя было похоже на пусть и феромоны напускать в таком количестве. Может быть не по полушариям бить, а просто по голове? Вообще, стоило бы сейчас подлечиться, хоть как-то. Нет, нет-нет-нет-нет-нет. Я так понимаю, что у него все-таки именно правое полушарие отвечало за... Атаку жесткую, да? Какую-то. Он просто не может с одним полушарием ни с чем у придумать. Вот и все. Неужели это отразится на настоящее? Будет считаться, что капитан убил одного из новых богов в прошлом? Это просто невероятно. Голова вольтвила просветленного падает во всему откуда и поднялась ранее. Тысячелетняя мудрость и знания, кои не могли бы нести все в своей голове обычный человек, проходя через тебя. Ты получаешь лишь проблески того, что ждет тебя на другой стороне, но этот информационный поток слишком тяжел для твоей головы. Голова начала немного побаливать, но это не важно, ибо ты явно мог почувствовать, как что-то великое только начало меняться. Бинтики страха и голода только-только начали вращаться в больших масштабах. Голова Субтитры создавал DimaTorzok